Всем привет! Я хотел показать свой вариант клетки, который я собрал по образу и подобию, увиденного мной на ютубе. Сначала в попыхах купил стандартную клетку, достаточно маленькую. Потом, просмотрев ролики британских любителей морских свинок, увидел, как они их собирают из решеток, решил что-то сделать подобное. И, в общем-то, поехав в один из крупных строительных супермаркетов, нашел нечто, что точно мне помогло сделать, как мне кажется, что-то более приличное для своего финика. Фактически здесь я приобрел две вот такие вот полки, которые шли как стеллаж торговый 90 см. Вот одна и вторая там. И две чуть покороче, две покороче. Они были длиною в 60 см. Повторюсь, это 90 см, это 60 см. Немножечко тут спилил болгаркой, чуть-чуть сузил. Кому 60 см ширина будет в самый раз, спилить не надо. А днище я сложил из поликарбоната. Снова же, тут очень важно, вы увидите, собственно, на других роликах, как важно правильно разрезать. Вот, кое-где нужно делать разрез до половины, а где-то сплошной разрез. Но уже эти подробности, я думаю, правда, есть, есть ролики, которые очень подробно описывают. Немножечко, собственно, тут осторожности, сообразительности и ничего сложного. Ну, я единственное, как мне кажется, чтобы не ошибиться в размерах, это сначала сложить, соединить, соединить вот эти вот стенки наружные, поставить на большой лист поликарбоната, сделать разметку и сложить, как конверт, как конверт сложить, чтобы получилось такое вот днище. Вот. Ну, соединял тут очень-очень примитивно белыми этими, как они там называются, застежки. Вот. Ну, ничего, ничего хитрого. Дно этой полки, второго этажа, тоже из остатков поликарбоната. Ну, а дальше, дальше ничего. Собственно, вот, на мой взгляд, наиболее, гораздо более, хочу сказать, естественное и приятное жилище для морской свинки. Собственно, вот. Layer. Продолжение следует...